Еще когда училась, не училась, а уже вот работала, написала гимн Аэрокосмическому университету. И здесь есть в конце, не удержалась, такие слова. Ключ на старт, так всегда, ну а нам от винта. Новый выпуск, как новый заказ. Труд бессонных ночей, сотни схем, чертежей. И Россия узнает нас. Людмила Катукова поступила в специальный институт, который находится в Красноярске. Вспоминает огромный конкурс. Учеба, которая чередовалась с работы, заняла 6,5 лет. С первого курса аэродинамика. На производстве начинала в прямом смысле с болтов. Вытачивала их на станке. В зале десятиклассники. Они узнали, что ракету на тогда секретном производстве называли изделием. Что при входе и при выходе работников досматривали. При этом она подчеркивает, что работа была по-настоящему захватывающей. Было ощущение, что своими руками создаешь будущее. Был цех, где делают головы ракеты. Все вы знаете, голова, да? А она проходит малярку. Такие камеры, в которые мы входим все в скафандрах, закрыты. Только женщины из шпателями наносят термостойкие слои из различных термостойких материалов. Потом это обжигается, а потом только уже покрывается сверху. Очень сложно. И затем вот эти цеха, в которых и сейчас работают люди, здесь, правда, далековато, как хирурги, как врачи. В халатах приходишь полностью, раздеваешься, одеваешь ту одежду, чтобы не было ничего, никакого ссора. Это уже головные отсеки. В зале анапские школьники Людмила Катукова порекомендовала тем, кто мечтает строить космические аппараты, верить в себя и начинать готовиться уже сейчас. Двери вузов, в том числе и ее родного, по-прежнему открыты.